Северная транспортная компания перешла на межнавигационное расписание. До следующего лета перевозить пассажиров будут суда на воздушной подушке Василий Самойлов и Полярник. Регулярные рейсы в населенные пункты округа возобновятся в первой половине декабря. Сейчас это сделать невозможно из-за многочисленных торосов на реке Печора. Исключение составляет лишь село Тельвиска. Судно на воздушной подушке ходит в этот населенный пункт с 13 ноября. В этом году выполнять регулярные рейсы в село Тельвиска в межсезонье транспортная компания начала с большим опозданием из-за теплых погодных условий. Отсутствие регулярных перевозок вызвало недовольство у жителей села. Ледостав на реке Печора в связи с частыми оттепелями образовывался очень долго. И к настоящему времени до конца не сформировался. Но на воздушной подушке до Тельвиска и обратно уже добраться можно. Правда, при подходящих погодных условиях. При сильном ветре рейсы не выполняются. Это транспортное средство, оно не предназначено, оно не может в определенный период времени, оно просто не способно ходить. То есть начинается это, когда, даже еще когда вода бывает чистая, но уже температура ниже нуля воздуха, то тот туман, брызги, которые она поднимает из-под подушки, эти брызги оседают на поверхности оперения и обледнения. Все, она становится неподвижной. Проблема для северных территорий, в частности для Заполярного района, не нова. В период межнавигационных перевозок она повторяется из года в год. В связи с этим напрашивается вопрос, почему регион приобрел именно эти транспортные средства, и когда решится проблема с перевозкой сельских жителей в межнавигационный период. В то время, когда принималось это решение, это было больше шести лет назад, альтернативных видов транспортных средств не было. Были вот эти так называемые аэролодки, но они были малой пассажировместимости. И вот только года три назад стали выпускаться более пассажировместимые аэролодки, а по моей информации, это еще же регистровые должны быть сюда. Под регистр они стали подводиться два года назад. То есть, поэтому сейчас, для того, чтобы как-то эту ситуацию исправить на перспективу, мы на 2021 год район в бюджет вносит деньги на приобретение вот такой аэролодки, пока одной, пассажировместимостью примерно 16-18 человек. Посмотрим, как она себя зарекомендует, потому что вот эти частные лодки, мы на них пробовали ездить, восьмиместные, они ходят неплохо в этих условиях, когда наше судно на воздушной подушке идти не может. Те лодки ходят. Итак, это аэролодка, смысл которой заключается в том, что главная движущая сила – это двигатели с винтом или вентилятором. И она двигает саму конструкцию на специализированных баллонах. Все баллоны защищены специальной чешуей, у которой толщина 5 мм. от различных ледяных торосов, от каких-то преград и так далее. Заполярный район планируют приобрести аэролодку на 16 посадочных мест. Выполнять рейсы судно будет не только в Тельвиску, но и в другие населенные пункты. По расписанию уже в следующем году в межнавигационный период. Что касается существующего расписания, то предполагается, что его ожидают коррективы в сторону уменьшения количества рейсов. При напряженном бюджете платить, субсидировать, а это полномочия округа, поэтому субсидируется из окружного бюджета, платить за рейсы, когда нет пассажиров, на первый взгляд, расточительно. Нулевые рейсы – это только в межнавигационный период. А летом у нас не было ни одного нулевого рейса. Даже в этом году, хотя в этом году пассажиропоток в связи с пандемией упал, но это не только у нас, а везде упал, на авиаперевозках. Но даже в этом году нулевых рейсов летом у нас не было. В настоящее время окончательное решение об уменьшении количества рейсов в Северной транспортной компании в населенные пункты округа еще не принято. Вопрос находится в стадии совместного рассмотрения Заполярного района и профильного департамента Нинецкого округа. Любовь Пельмякова, Леонид Шишелов, Телеканал «Север».